Добрый день! Показываю всю динамику выращивания хлорелы. На сегодняшний момент у меня выросла хлорела и я ее использую для своих целей. Каждый день, вернее через день я беру вот такой половину такого бутыля для своих нужд. Через день это можно полный. Такая динамика наращивания хлорелы получается. Ее обязательно нужно менять, то есть отбирать часть, такой объем, и догружать. Вот у меня две метки. Это связано с тем, что нужно обновлять водичку в ней и питание, то есть она не может стоять. Это динамичная культура, ее нужно постоянно обновлять. Кроме того, она, вот кормлю я только гумисолом, я уже показываю. Вот такой колпачок, вот эта крышечка, на один день, на сутки. Ну и немножко добавляю вот таких вот пыльцы с такого вот сосны, такого растения. Весной я ее заготовил. Она питательная и этого питания достаточно для того, чтобы гумисол вносит углерод, а эти пыльца вносят витамины, ну и другие микроэлементы. Как всему живому, необходимо для нормального развития клеток, полноценного. Тогда чувствуется их динамика роста, температура, в общем-то, невысокая. Только днем она может быть больше 30 градусов. Утром водичка довольно прохладная, но она чувствует себя прекрасно. Таким образом, каждый день я имею для своих нужд объем такой микроводорослей. Если вы выращиваете, скажем, где-то там закрытые водоемы, то также нужно иметь рядом объем хлорелы и постоянно добавлять в ваш водоем, там или рыбы, или растения, если выращиваться. Она будет очищать этот водоем. То есть, не нужно выращивать хлорелу в водоеме. Ее нужно выращивать рядом. И чем больше ваш, скажем, водоемчик, тем больше нужно иметь желательная емкость рядом с ним. Тогда у вас будут постоянно живые клетки в водоеме. Она будет и там размножаться, но для подстраховки нужно делать так. Возможно, бывает такое, что заводятся здесь комарики специальные, которые кушают ее, хлорелу. Ну, с этим надо бороться обычным образом. Процедить всю хлорелу тщательно, через мелкое сито. И этого достаточно. Ну, несколько раз, потому что могут попасть личинки. Тогда нельзя. Конечно, если мелкая сетка, она все-таки препятствует воздухообмену. Не очень хорошо. Любое. Если это широкая посудина, то так можно поступать. А вот узкая, высокая. Значит, раз в день я ее полностью делаю круговорот этой водички. Вот так хлорелла живет. Никаких проблем. Проще не бывает. Всем удачи!